Весна пришла, растаял снег, а вместе с ним с дорог исчез асфальт. Ремонт дорожного покрытия обсудили в рамках оперативного совещания в администрации района. Также в центре внимания строительство социальных объектов и капитальный ремонт многоквартирных домов. Наступление весны каждый ощущает по-своему. Если для кого-то это связано с долгожданным потеплением и окончанием затянувшейся зимы, то для автомобилистов весна, пожалуй, ассоциируется с новыми ямами на дорогах. Попавшие в дорожное покрытие вода и отрицательные температуры разрушают асфальт. В районе к традиционной проблеме готовы. Уже приступили к оцифровке ям и ямочному ремонту. С января оцифровано устранено 163 ямы. Работы производились с колонным асфальтом. Сейчас у нас заключен договор на ремонт литым асфальтом общим объемом 600 квадратов. Работы вчера начали. За этот объем мы планируем устранить 430 зарегистрированных ям. В настоящее время на стадии заключения еще несколько контрактов. Также в планах ремонт дорог на территории сельских поселений. Обсудили на совещании и капитальный ремонт многоквартирных домов в 2018 году. Планируется, что работу затронут 82 МКД. На данный момент фондом определен подрядчик ООО «Старт-Тен». С заместителем главы администрации Тамбулы Наталья Владимировна и с подрядчиком проведено первое совещание. С подрядчиком определены сроки дорожной карты по выполнению работ и также сроки выхода из экспертизы проекта с медной документацией. Глава района подчеркнул, при проведении подрядчикам работ важно обращать внимание на качество ремонта кровли, чтобы ошибки не свели на нет все результаты труда. Подряд на реализацию приступят к ремонту кровли, там где фальц делается. Мы должны также провести показное занятие, посмотреть какое у них оборудование и как они фальц делают. Помимо этого, на оперативном совещании внимание было приковано и к вопросу строительства социальных объектов, в частности, общеобразовательных учреждений. В стадии проектирования школа в Жигалово в ближайшее время должны пройти конкурсные процедуры на строительство школы в Солнечном. Ведется строительство пристройки в школе в Медвежьих озерах на 275 мест. Заканчиваются монолитные работы, завезены материалы, угодно позавчера завезли кирпич, первая часть плит перекрытия, монолит, рабочие заехали на этот объект, продолжаются работы по строительству этой школы. Дарья Снегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».